Добрый день! Вопрос Сергея Николаевича. Что ждёт нас в 2022 году? Прогноз на ближайшие пять лет. Вот, давайте рассуждать логически. Бог есть любовь. Мы находимся все на грани гибели, это уже всем понятно. Я об этом говорил 20 лет назад, с примерами, с годами, когда в 20-м конкретно, что будет. Значит, всё по Божественной воле. Что нужно Всемышнего от нас? Чтобы мы, утратившие веру в Бога, к Нему вернулись. Но вернулись не в Церковь, которая утратила первую веру в Бога, а вернулись к Нему без посредников. Как вернуться к Богу? Для этого нужно перестать молиться на свою жизнь, на свои инстинкты, желания. Перестать молиться о мамоне, башку удовольствия и благополучия. Для этого нам нужно помочь ущемить наши, так сказать, желания и возможности. Если мы увидим в этом возможность, если мы будем бороться с неприятностями, бороться за свободу, это нормально человек должен сделать, но при этом мы будем понимать, что всё даётся свыше, сохраняя любовь и меняясь внутри, то наша борьба будет иметь эффект. И потому что любая ситуация, даёт нам проблемы, это ситуация, которая нас подталкивает к любви. Если мы будем идти не к любви, а к осуждению, ненависти или к справедливости, наша победа не будет. Если она будет, то она ничего не даст. И называется убить дракона. Дракона убил сам, он стал. В первую очередь мы должны найти дорожку к изменению себя, к любви и к Богу. Мы должны быть непробиваемыми, оптимистичными, добродушными и любящими. Это уже условия счастья. Богу нужно, чтобы мы к нему вернулись, чтобы мы молились не на своё благополучие, чтобы мы не надеялись, что какой-то там священник снес нас в нем грехи, чтобы мы понимали, что наши изменения – это и есть преодоление греха. А что нас ждёт в ближайшие годы? Нас ждёт приближение к любви. Либо принудительно, либо добровольно. Что такое болезнь? Принудительное возвращение к любви. Не хотим болеть? Идём к любви – болезнь уходит. Чем раньше человечество осознает, что сейчас религия чётко действует по формуле, изложенному Христом, к Богу не идут и сами не пускают других. Когда мы поймём, что пастухи заблудились, и овцы могут найти лучше дорогу, чем пастухи, вот тогда начнётся изменение. Пока мы выплываем на экономические, политические какие-то реформы, шансов нет. Поэтому нас ждёт приближение к Богу. Нас ждёт понимание того, что мир обречён, если у нас душа не проснётся, если мы душу не поставим на первое место, что не о куске хлеба нужно мечтать, а о душе, которая сбережёт любовь и нравственность. Как только душа выйдет на первый план, уйдёт рабство, зависимость перед инстинктами, и мир начнёт меняться. Это сложно поверить. Я приводил пример. Я не так давно сообщался с женщиной. Она говорит, почитала ваши книжки и поняла, что всё зависит от меня, от моего восприятия мира. Решила это проверить. Муж меня ругал, третировал, особенно по пьянке. Пришёл в очередной раз, начинает по полной программе меня, так сказать, по всем полочкам раскатывать. И я мысленно стала молиться. Господи, проси меня за то, что я своим состоянием вызываю гнев мужа. Тишина. Смотрит на меня, ничего не понимает. Надо ругаться, а ругаться не можешь. Инцидент закончился. Кстати, в WhatsApp пару дней назад мне прислали. Кошка крадётся к голубю. Сидит голубь. Крадётся, начинает уже разгонять на крыше. Готовится для разгона. Подскакивает к нему. Рот раскрывает. Он как сидел, так и на неё смотрит. И она как-то так его тюк, поцеловала, посмотрела, вокруг посмотрела и пошла назад. Внутреннее состояние. Мы определяем мир вокруг нас.